Всем желаю добрейшего вечера. 17.00 показывает часы студийные. И на очереди у нас программа «Особое мнение». Меня зовут Надежда Савельева. В гостях у нас сегодня небезызвестный человек Татьяна Александровна Плотская, директор 31-й школы Абакана. Здравствуйте, Татьяна Александровна. Очень рада, что вы к нам пожаловали в студию. Вопросов много, очень много. Хочется узнать, школа у нас новая, школа у нас красивая, современная. И я думаю, возможно, кто-то из родителей смотрит нас сейчас или слушает. Если у вас есть вопросы, 22-60-11, это телефон прямого эфира. Красивая на сегодня заставка, кстати, новая. Несколько дней назад снятая в Абаканской зоне отдыха. Всем хорошего вечера желаю. Присоединяйтесь к нашему диалогу. Встретились мы именно сейчас не просто так. В преддверии профессионального праздника, Дня Учителя. Вас поздравляю с наступающим праздником. Если можно, уже заранее поздравляю. Думаю, что можно. Татьяна Александровна, первый вопрос. Такой, что касаемо школы. Открылась она, то есть работает уже второй год. Второй учебный год у школы стартовал. И хотелось бы узнать, сколько у вас на сегодняшний день обучается учеников. И прибавилось ли в сравнении с прошлым годом. То есть какая тенденция наметилась. Если 1 сентября 2021 года, наш первый учебный год, мы начинаем в составе тысячи... ...пять учащихся, то в этом году это 1265 учащихся. ...на сегодняшний момент обучается в 31-й школе. То есть это 260 человек прибавилось. Ну, прежде всего, это пришли 6 первых классов. Это большая параллель первоклассников, 186 человек, учащихся первых классов. И дополнительно мы осуществляли набор в 5-й класс, в 7-й класс. И 2 десятых класса тоже набрали. Поэтому школа приросла, разрослась, стало нас больше. Поменялся немножко режим нашей работы. Если в прошлом году нам удавалось учиться в первую смену, только в одну смену, то сейчас в начальной школе, поскольку начальная школа — это сейчас на сегодняшний момент самое большое количество учащихся. Это 604 человека обучаются с 1-го по 4-й класс. И мы учимся уже в две смены. Одна параллель обучается во вторую смену. А сколько у вас максимально может человек в школе? Вообще, я изначально говорила, что на тысячи человек, а сейчас у вас 1265. Есть возможность ещё больше учеников? То есть раз в две смены стали работать? Возможность такая есть, но это будет отражаться на режиме занятий учащихся. То есть это невозможно большее количество. То есть если просчитывается проектная мощность, учитывается количество кабинетов, наполняемость в кабинетах, сколько может быть ребят в классах, то это тысяча человек, и мы в одну смену прекрасно учимся. Если это больше, значит, это и, соответственно, режим обучения уже другой. Конечно, это может быть большее, но тогда ребята не только, например, в начальной школе, но и в основной школе будут вынуждены учиться во вторую смену. Ну, всё понятно. У вас очень современная школа, в которую мечтают учиться. Очень многие, да, ну, и район очень нуждался в этой школе, потому что новые, застраиваемые. И я так понимаю, что большинство как раз учеников — это жители. Конечно, да. 31-я школа, не могу не согласиться, очень красивая школа, очень удачный проект, очень эффектно выглядит и сам фасад здания, и внутри школа, конечно, учитывают уже все современные требования. И школа, ну, с моей точки зрения, находится в одном из самых перспективных, быстро развивающихся районов, не менее красивых, очень уютный этот район получился. И школа, конечно, была там нужна. Очень много молодых семей переезжают в этот район, приобретают квартиры, поэтому практически в каждой семье есть ребёнок школьного возраста, иногда и больше. Сейчас у нас идёт тенденция к многодетности, это отлично, в семьях и трое, и более ребятишек. Поэтому, конечно, школа в этом районе была очень нужна. И то количество, тот прирост детей, которые уже в этом году мы показали, конечно, это за счёт того, что сдаются новые дома, переезжают новые семьи. Большинство детей, особенно начальная школа, это практически все ребята микрорайона, которые закреплены именно за школой. В 10-11 классе у нас это, так скажем, правило уже не так актуально, то есть ребята в 10-11 класс поступают уже на конкурсной основе, они имеют право выбирать любое образовательное учреждение города, уже не привязываясь к прописке, то есть безотносительно места жительства. Но всё равно, если проанализировать, то большинство ребят всё-таки живут рядом со школой. То есть это всё равно ближайшие дома. Ну и, конечно, это достаточно большие дома, многоэтажные, один комплекс жилой отражения, огромное количество квартир и очень много ребят с этого комплекса учатся именно у нас. Поэтому я думаю, что в дальнейшем эта тенденция к увеличению будет только перерастать и перерастать, будет прослеживаться то же самое. У вас школа современная и кабинеты в том числе оснащены всем необходимым оборудованием, чтобы учебный процесс был комфортный как для учителей, так и для учеников. Вот знаю в кабинете физики у вас хорошее оборудование. Я, кстати, была, когда ещё вот школа строилась, помню, как это всё там, проводки какие-то что-то там торчало. Интересно было, что там будет. И вот в пятницу непосредственно была, когда снимала сюжет, уже интересно было разглядеть всё это, посмотреть поближе. Вот можете немножко рассказать про свои классы, то есть про их оснащение, потому что действительно не в каждой школе такое есть. То есть в чём преимущество этого оборудования, в каких кабинетах, и как вообще проходят уроки. И, наверное, дети счастливы. Особенно те, кто, наверное, учился в старых школах и переходя в таких условиях учиться. Ну, хочу сказать, да. Дети очень быстро адаптируются к новой среде. Я думаю, что сейчас они уже в нашей новой школе себя прекрасно чувствуют, и как будто так было у них всегда. Мы, конечно, учим ребят, что нужно беречь школу, что нужно относиться к ней бережно, чтобы сохранить всю ту красоту, не побоюсь этого слова, которая есть. Но если говорить о кабинетах, об оснащённости наших кабинетов, один из главных плюсов, которые я вижу в наших учебных кабинетах, что есть три, так скажем, вещи, которые присутствуют в каждом кабинете. Это интерактивная доска с проектором, это автоматизированное место учителя, то есть, попросту говоря, компьютер с хорошим многофункциональным устройством и точка выхода в интернет. То есть любой из кабинетов оснащён так. И в прошлом году, когда у нас были ограничения по ковид, и ситуация с организацией учебного процесса немножко поменялась, вынуждены были учителя ходить по кабинетам, да, они ребята к ним, то я думаю, что коллеги по достоинству это оценили, потому что ты идёшь на урок, можешь иметь с собой флеш-карту, и в любой кабинет ты заходишь и, по сути, проводишь уроки. Татьяна Александровна, извините, перерыву, у нас телефон звоночек. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. И Татьяна, любимая моя, скажите мне, пожалуйста, я хочу вас вот что спросить, а какого возраста у вас дети учатся, чему вас вообще обучают, может, какой-нибудь математик или какие у вас предметы? Расскажите мне, пожалуйста. Спасибо. Ну, наверное, что и во всех. Да. 31-я школа — это общеобразовательная школа. Мы имеем лицензию и аккредитацию на реализацию программ четырёх уровней. Это начальное общее образование, где обучаются ребята, то есть реализуют программы с первого по четвёртый класс. Это основное общее образование, пятый, девятый, ну и старшая школа, одиннадцатый, десятый, одиннадцатый класс. Помимо этого мы реализуем программы дополнительного образования, то есть мы можем осуществлять деятельностью по, ну если говорить проще, вести кружки и секции для как детей, так и взрослых людей, осуществлять обучение и развитие. Программы сейчас у нас универсальные во всех школах, не важно Абакана или любого другого города, то есть есть стандарт, который предписывает те предметы, которые являются обязательными для обучения в любой школе нашей страны. Поэтому все те предметы, которые известны, мне кажется, любому человеку любого возраста, это русский язык, математика, физика, химия, все тот же набор обязательных предметов, которые изучаются в школе. В старших классах ребята имеют возможность уже выбрать предметы, которые в дальнейшем будут способствовать поступлению в ВУЗ, точнее даже не предметы, а уровень обучения. То есть это могут быть предметы, изучаемые на углубленном уровне, согласно того профиля, который предлагает им школа. Ну и есть возможность выбирать всегда индивидуальный учебный план. На сегодняшний момент у нас таких запросов не было, то есть ребята всегда обучаются в классе, группами. Ну и начиная с седьмого класса мы реализуем программы углубленного обучения. Это такие предметы, как математика и иностранный язык. То есть ребята имеют возможность в большем объёме, на более, так скажем, сложном уровне изучать данные дисциплины. Ну в дальнейшем, конечно, мы надеемся, что это также перейдёт по преемственности в старшую школу, то есть они выберут и профиль в дальнейшем, там, где будет углублённая математика и иностранный язык. Это, мне кажется, две предметные области, два предмета, которые очень востребованы на сегодняшний момент. Я думаю, что мы ответили на вопрос наших зрителей. Татьяна Александровна, вот остановились мы, что касаемо кабинетов. Вы сказали, что у вас в каждом кабинете интерактивная доска, рабочее место учителя, то есть компьютер. И выход в интернет. И выход в интернет, чтобы учитель, попадая в любой класс, мог какую-то презентацию, что-то подготовленное, без проблем показать. Да. Вот это есть во всех учебных кабинетах, и учитель может уже на это, так скажем, рассчитывать и организовывать свой предмет, исходя из этого. Есть специализированные учебные кабинеты, которые, так скажем, обязаны иметь более широкий перечень оборудования. Это такие предметы, как химия, физика, биология, информатика и такой предмет, как технология. Раньше все его знали под названием труд. Вот если говорить об этих кабинетах, то в 31-й школе по предметной области, естественно, научной направленности, это есть кабинет физики и есть лаборатория физики. То же самое представляет собой химия. То есть это кабинет химии, так скажем, для теоретических занятий и лаборатория химии, где уже ребята могут проводить практические работы. Если говорить о оборудовании, которое представлено, то это, конечно, прежде всего оборудование, которое позволяет проводить лабораторные работы, практические работы, не побоюсь этого слова, исследования. То есть это вот на те предметные области, которые я назвала предметы, у нас есть цифровые лаборатории. Цифровые лаборатории — это такой определённый набор датчиков, которые мы также подключаем к компьютеру и которые позволяют моментально провести какие-то измерения. То есть, например, если бы мы сейчас хотели провести измерение, например, освещенности в данном помещении, мы бы взяли прибор такой, как люксометр. Он тут же подключается к считывателю и за определённое количество времени устанавливает количество единиц. То есть ребёнок сразу видит, причём насколько это умный прибор, то есть он автоматически выстраивает уже и средние показатели, и выдаёт графики. Ребёнку достаточно только выгрузить эти данные, ну и сделать уже, конечно, какие-то выводы самостоятельно. Вот такие цифровые лаборатории у нас представлены по химии, биологии, экологии. И в начальной школе для изучения, как это называется, естествознания, но в данном случае окружающий мир. То есть это начальные какие-то эксперименты, которые могут ребята проводить. Ну и особой такой гордостью нашей является это мобильные компьютерные классы. Их у нас в достаточном количестве. То есть это, по сути, ноутбук, который имеет возможность быть подключён к точке доступа либо интернет, либо, возможно, связывать между собой все эти ноутбуки. Причём учитель может это делать выборочно. Он может организовывать несколько, например, учащихся, либо давать задания одинаковые всем. Но я думаю, что современные дети, они гораздо проще. Не знаю, хорошо это или плохо. В чём-то, наверное, в этом есть недостатки, что они быстрее работают у нас с цифровой информацией, прежде чем, в отличие от печатной, им проще, конечно, работать на каком-то электронном носителе. Многие учителя говорят в деятельстве о том, что почерк сейчас у детей уже портится, с каждым годом портится, потому что дети всё больше печатают. Ну, наверное, я думаю, что взрослые за собой тоже такую тенденцию замечают, что нам сейчас тоже уже проще представить какой-то документ в электронном виде, нежели в печати. Да, 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 но это требование времени. Если говорить про начальную школу, то это отличные материалы. Здесь уже мы не говорим о, например, каких-то компьютерных технологиях, хотя у них также есть мобильные классы, где и планшеты, и ноутбуки. То это интересные игровые наборы, но однозначно точно познавательные направленности. То есть это и математика, и русский язык. Ребята здорово со всем этим обращаются уже. Видно, что они освоили, и учителя уже освоили это оборудование. Но я думаю, что это всё способствует получению более высоких образовательных результатов. А игровые наборы, это имеется в виду карточки? Да, это карточки. Ну, например, так называемые математические кораблики. То есть вроде как бы это кораблик, но никакой кораблик не поплывёт, если ты действия не выполнишь правильно и не вычислишь, например, какой-то пример. Сложность у них, уровень по классам, начиная с первого класса, где всё в пределах десятка ребята вычисляют. Ну, и в четвёртом классе там уже многомиллионные примеры. Ну, это вот на примере математики. Ну, это мы говорим сейчас с вами о, так скажем, обязательных учебных предметах. Есть ещё те вещи, которыми мы тоже гордимся. Например, в нашей школе оборудована изо-студия. То есть это отдельное помещение, очень тоже красивое, комфортное. Где ребята, юные художники, таких у нас в школе достаточно много, приходят и имеют возможность заниматься в нашей, ну, это внеурочная деятельность, называется Академия художников. Это красиво звучит. Вот, знаете, это не только звучит красиво, это на самом деле. Ну, по крайней мере, я буду снимать у вас как-нибудь. Приходите. Это действительно заслуживает внимания. Ребята работают на мольбертах, то есть они уже как настоящие художники. И в этом году, когда прошлый год мы отработали, проработала вот этот курс внеурочной деятельности Академия, мы предложили нашей коллеге, которая является руководителем данной студии, Людмиле Валерьевне, оформить выставку. И когда работы были готовы, и уже, как говорится, я увидела результат, я была восхищена, потому что мне, когда я видела возраст детей, что дети действительно так рисуют, это, ну, очень здорово и красиво. Сейчас работы копятся, мы готовы выставки менять. И несмотря на то, что, например, вот в этом году мы вышли во вторую смену, и, например, у коллеги было переживание, что как ребята будут ходить, вот буквально на прошлой неделе она пришла, мне сказала, дети ходят, желающих много, всё отлично, мы согласовали расписание. Я думаю, что это прекрасно, когда ребята имеют возможность развиваться не только интеллектуально, но и очень гармонично в художественной сфере. Может быть, это изобразительное искусство, вокал, виды спорта. И очень здорово, когда ребята всё-таки это делают прямо в той школе, в которой учатся. Поэтому ребята, ну, у них целый день расписан, есть ребята, которые занимаются с утра на уроках, потом сходят домой, возвращаются на внеурочную деятельность, и потом вечером ещё приходят на кружки дополнительного образования. Это на бесплатной основе? Это на бесплатной основе. С этого года мы начали реализовывать кружки на платной основе, это платные образовательные услуги. Но это прежде всего продиктовано спецификой, это спортивные секции, которые требуют определённого рода затрат в виде закупки инвентаря. Поэтому мы решили попробовать вот и такую практику. Ну и опять же, я думаю, что родителям район у нас молодой, развивающийся, не так много в нашем районе спортивных клубов, куда возможно детей водить, а и когда это рядом с домом, это очень удобно. У вас с этого года они заработали? А какие направления? Это секция спортивная по боксу, это платная услуга. Вот уже второй год мы реализуем программы совместно с комплексной школой спортивной по игровым видам спорта, это баскетбол, когда тренеры именно на базе нашей школы набирают ребят, и данная услуга бесплатная, они имеют возможность заниматься. Ну и второй год мы реализуем шахматы. И возраст? И началка тоже? Вот как раз баскетбол, это как раз именно и началка, то есть это второй, третий класс, как девочки, так и мальчики, очень юные спортсмены. И четвертый, пятый класс. Ну, понятно, что любой тренер хочет начать сначала, да, и готовить уже ребят с юного возраста до более старшего, чтобы это были какие-то результаты. Шахматы возраста до седьмого класса, насколько я помню, с первого до седьмого класса дети занимаются. Что касаемо художественной деятельности, вокал, хореография, есть что-нибудь? Да, есть и хореография, причем есть, знаете, так скажем, разный уровень направленности. То есть в первом классе, например, это курс внеурочной деятельности ритмика. Для всех первоклассников внеурочной деятельности является тоже добровольный, ребята имеют возможность выбрать курсы, но практически с каждого класса, если у нас их шесть классов, по пятнадцать ребят имеют возможность заниматься ритмикой. Это сразу после уроков, то есть не нужно дополнительно приводить ребенка, это все после уроков. Помимо этого, у нас есть курс внеурочной деятельности «31 ритм», это хореография, это немножко аэробика, то есть это все, что связано, так скажем, с красивой координацией представления себя. Это, ребята, второго-третьего класса, и есть у нас наш хореографический ансамбль, назовем его так, студия хореографическая, «Дэнслайн», которой уже в вечернее время ребята занимаются. Здесь разные группы, есть группы помладше ребят, ну и вторая группа, это где-то ориентировочно седьмой-восьмой класс девочки занимаются. то, что касаемо музыкального направления, то это вокальная студия, не могу сказать, что это хор, это не хор, но это все равно групповые занятия для ребят, начальная школа и тоже пятый-шестой класс. И поскольку у нас в школе есть музыкальные инструменты, то есть у нас два состава, ребята постарше, это десятый, одиннадцатый класс, ну так скажем, музыкальная группа, гитара, бас-гитара, барабаны. Ребята показывали уже свой опыт, но тоже есть в этом моменты, потому что в любом случае музыкальная направленность, она всегда требует развития, усовершенствования. Дети говорят, что нам уже нужны другие инструменты, более качественные, более высокого уровня, поэтому, ну вот, будем над этим работать. И что они выступают на ваших мероприятиях? Да, но видите, прошлый год был очень такой ограниченный, назовем его так. И только в мае мы имели возможность, когда был большой концерт, когда уже ограничения были сняты, и мы имели возможность пригласить родителей, как раз это было в преддверии Дня Семьи, и ребята нам тогда вот демонстрировали свои таланты, выступала как раз и, так скажем, наша рок-группа, и дети вокалисты пели, а так для, так скажем, внутреннего нашего, внутренних мероприятий, да, ребята показывают нам, ну, очень, очень здорово, конечно, что сейчас мы имеем возможность вот буквально уже в эту среду, в день празднования Дня Учителя, ребята готовят большой концерт, и мы будем иметь возможность еще раз увидеть, послушать и восхититься нашими талантливыми детьми. А там возраст разный или примерно одного? Абсолютно разный, абсолютно разный. Абсолютно А, в составе групп, но это, вот я сказала, один состав это старшеклассники, то есть это десятый, одиннадцатый класс, есть девочка-вокалистка, она чуть-чуть помладше, если я не ошибаюсь, в девятом она сейчас в классе обучается, и состав более младший это вот шестой, седьмой, восьмой класс. Ну, на большой суд уже выступали старшеклассники. Прекрасно. Хочется напомнить всем, что у нас в прямом эфире программа «Особое мнение», 17.26, время местное. Сегодня у нас в гостях директор 31-й школы Абакана Татьяна Александровна Плотская. Если у вас есть вопросы, можете звонить 22-60-11, телефон прямого эфира, также можете писать в чате, если будут какие-то вопросы, сообщения, обязательно и с удовольствием их прочитаю. Сегодня говорим, конечно же, о школе, говорим о учениках и вообще о том, что интересного есть в школе, какие кабинеты, какие классы, какая внеурочная деятельность. Ну, у нас немножко времени до половины часа, наверное, успеем приступить к вопросу. И хотелось бы коллег попросить, чтобы подготовили материал от пятницы, сюжет про молодых специалистов. В пятницу мы как раз к вам приезжали, да, и вот очень скоро его покажем, немного погодя. Татьяна Александровна, вот мы как раз в пятницу снимали непосредственно про молодых специалистов. Вы говорили, что молодые специалисты это ваша гордость. Вы очень любите, когда приходят молодые педагоги, потому что они находятся на одной волне с учениками, потому что им иногда проще как-то с ними и общаться, и учебный процесс, и дети сильно любят молодежь. Вот. Хотелось бы узнать, то есть, ну, непосредственно вас послушать, сколько у вас на сегодняшний день специалистов и сколько пришло в этом году. Ну, немножко начнем, а потом через пару минут прервемся и продолжим. Ну, школа у нас молодая, и коллектив у нас тоже молодой. Средний возраст наших педагогов это 34 года, и в составе педагогическом, это педагогический состав 69 человек, из них 21 человек это молодые специалисты, то есть, это люди, педагоги, стаж которых составляет от, так скажем, нуля, которые только в этом году закончили университет и пришли работать в школе, до в среднем где-то трех лет. Таких коллег, как я уже сказала, у нас 21. В этом году коллектив пополнился, пришли работать к нам 8 молодых специалистов. Коллеги разные, коллеги очень интересные, не всегда им легко, дети наши, я думаю, что это в любой школе так происходит, как говорится, не дают расслабиться никогда. и вот я смотрю на коллег, те, кто пришел, например, в прошлом году, они уже прекрасно адаптировались, прекрасно освоились, у них уже практически не возникает никаких вопросов, они иногда, когда я иду по школе и слышу, как молодые коллеги ведут уроки, я искренне за них радуюсь, я вижу, что у них уже многое получается, ну а те коллеги, которые пришли только в школу, конечно, мы активно стараемся их поддержать, не навязываемся своей методической, так скажем, помощью и контролем, мы больше выстраиваем, знаете, такие отношения на уровне равный равному, когда даём возможность всё-таки молодым коллегам проявить себя и, если необходимо что-то скорректировать, то уже посоветовать, направить, увидеть вот эту ближайшую зону развития, увидеть то, что прекрасно получается и что можно в дальнейшем, как я говорю каждому молодому учителю, тебе необходимо найти свою фишечку, то, что у тебя будет прекрасно получаться, то, что ты знаешь, что это беспроигрышно, это может быть какой-то приём, это может быть какой-то метод работы, элемент какой-то педагогической технологии. И когда, ну, такие ситуации бывают, возникают, это не секрет, когда вот всё идёт не по тому плану, который ты составила накануне, то вот в этот момент можно воспользоваться своим фирменным способом и выстроить всё-таки урок, повести урок так, как ты запланировал. Прервёмся, извиняюсь, что перебила, у нас середина часа, прервёмся на перебилочку и продолжим программу «Особое мнение». Половина программы у нас позади, хочу напомнить, что в прямом эфире у нас программа «Особое мнение», меня зовут Надежда Савельева, в гостях у нас Татьяна Александровна Плотская, директор 31-й школы Абакана. Если у вас есть вопросы, звоните 22-60-11, присоединяйтесь к нашему диалогу. Вот, сейчас мы говорим о молодых специалистах и чуть позднее посмотрим сюжет, который был в пятницу, как раз я выезжала в школу и мы снимали несколько мини-портретов о молодых педагогах. А пока продолжим. Татьяна Александровна, вот вы говорите, что на чём мы становились, о том, что советуйте молодым педагогам, чтобы у них была своя фишка и отличительная их черта, изюминка, можно сказать. Введение уроков, да, чтобы их, наверное, дети вот знали такими, знали за эти моменты и любили и шли с интересом на эти занятия. Что ещё хотел спросить? А смотрите, когда к вам приходят устраиваться молодые, вот мне интересно, на что вы обращаете внимание? Ну, особенно, наверное, когда молодёжь, потому что такие молодые, неопытные, какие вы, что вас больше всего интересует? Ну, то есть, как у вас проходит собеседование? Можно немножко? Конечно, можно. Собеседование проходит всегда у нас достаточно долго. Иногда меня коллеги спрашивают, о чём вы так долго разговариваете? Вы знаете, когда заходит человек, в принципе, уже с первой минуты становится ясно, сможет этот человек работать в школе или нет. Вот это качество, наверное, я ставлю во главу угла. Бывает часто и в моей педагогической практике были такие случаи, когда приходит учитель, всё прекрасно, диплом замечательный, одни пятёрки, всё везде участвовал, всё хорошо. Но в классе учитель не может работать. Он не может работать с детьми. Можно прекрасно знать свой предмет, но не уметь научить. Поэтому прежде всего я обращаю внимание на то, сможет ли человек работать в школе. Профессия учителя, она, не побоюсь этого слова, уникальная. Прежде всего потому, что нам приходится работать с разными категориями людей. Мы взаимодействуем с детьми. Это определённые принципы, то, что нужно учитывать, моменты и психологические, и возрастные особенности и так далее. мы работаем с большим количеством взрослых людей. Это прежде всего родители, родительский коллектив, родительская общественность, ну и коллеги взаимодействуют между собой. Это профессиональное общение. И по всем этим трём пунктам нужно соответствовать. Это не всегда легко. вот это очень важно. Очень большое внимание я обращаю на то, насколько человек объективен к своим возможностям, насколько он объективно оценивает ту ситуацию. то есть знаете, ну школа это однозначно, точно это очень большой труд. Очень большой. Это требует от человека не только, так скажем, жизненных сил. Учитель не может приходить к детям в плохом настроении. Я всегда говорю своим коллегам, ну случилось у вас что-то. Мы ведь прежде всего люди, которые имеют свою личную жизнь и разные ситуации, которые происходят. Я всегда говорю, что дети в этом не виноваты, что у вас сегодня плохое настроение. Умейте совладать с этим и к детям заходить с улыбкой, заходить в хорошем настроении, быть готовым к взаимодействию. На эти моменты я тоже обращаю внимание. Очень важно, насколько человек может быть мобильным, справляться с многозадачностью, потому что по сути любой сейчас педагог в школе, помимо того, что он учитель-предметник, он еще и классный руководитель. Это огромный пласт работы, который нужно выполнять, это взаимодействие с родителями, это каждодневный контакт, то есть необходимо знать, где ребенок, если, например, он отсутствует, по какой причине, что происходит в семье, уметь помочь этим семьям. Поэтому вот это переключение с одной задачи на другую, когда только что ты вел урок и рассуждала, например, о нравственных поступках каких-то литературных героев, потом быстро нужно отключиться, собрать всех детей и организовать их в столовую, чтобы они все были сыты и довольны. Поэтому вот такая мобильность и умение справляться с многозадачностью это очень важно для учителя. Ну и знаете как? Я отношу себя к неисправимому оптимистам. Я считаю, что это одно из моих самых главных качеств. И коллег я выбираю по этим же принципам. Не люблю нытиков, не люблю людей, которые жалуются, которые ищут какие-то минусы, что кто-то что-то виноват. Не нужно обращать на это внимание. Нужно идти дальше, нужно видеть положительные какие-то стороны. Поэтому я люблю оптимистично, позитивно настроенных людей и хочу сказать, что мне повезло. Вот действительно у нас прекрасная обстановка в коллективе. Ну конечно не так давно мы работаем еще, все может быть еще впереди, но в целом отличные люди работают в 31 школе. Позитивные, готовые трудиться, готовые выполнять разные задачи, не всегда простые, разные вызовы времени происходят у нас, и дистанционное обучение, и вот эта ковидная волна была непростая, много было разных моментов, поэтому на это я обращаю внимание. Всегда задаю вопрос, а что не получалось у вас, например, когда вы были на практике, если это молодой коллега. Когда мне коллега отвечает, что у него все получалось, я понимаю, что наверное это не наш кандидат, потому что такого быть не может, не может все получаться. Мне очень важно, чтобы человек умел анализировать свою деятельность, делать выводы правильные. Не нужно бояться ошибок, нужно знать, как их исправить, нужно видеть цель, к которой ты идешь. Поэтому я думаю, что вот это ключевые моменты, на которые я обращаю внимание. конечно мы смотрим документы в образовании, конечно мы смотрим диплом, но все-таки есть вещи, которые наверное намного важнее, чем просто оценки в дипломе. Я бы хотела спросить у своих коллег, есть ли у нас возможность сейчас поставить сюжет про молодых специалистов 31-й школы. Если есть такая возможность, давайте прямо сейчас посмотрим этот сюжет. Человек, который берет нас за руку в первом классе и ведет во взрослую жизнь долгих 11 лет, это педагог. Найти подход каждому ребенку, быть примером, наставником, далеко не всякий справится с этой задачей. Максим Колобов молодой специалист. Вести уроки истории общества знания в Абаканской школе номер 7 он стал всего полтора года назад. И за этот короткий срок уже заслужил уважение и признание не только педагогического коллектива, но и детей. Мужчина делится историей, он был заинтересован с детства, поэтому сразу после школы поступил в Красноярский государственный педуниверситет. Любить детей можно, но главное их уважать. Именно такой позиции придерживается Максим. Самое главное качество современного педагога это доверие детям, потому что дети в современное время им не хватает именно доверия, особенно когда приходит молодой педагог в школу, у них всегда появляются новые эмоции, потому что они видят совершенно небольшую разницу в возрасте, они сразу начинают относиться доверительно, и поэтому тоже это доверие нужно им показать, что ты доверяешь им. Да, где-то чуть-чуть прикрыть, когда они немножко себя плохо ведут, но все равно соблюдать именно педагогическую этику, для того, чтобы потом в целом оставалось высокое качество обучения. Любить-то детей можно, но нужно их уважать, а когда ты проявляешь уважение, ты ставишь пример, поэтому я считаю, что главное уважение к детям. Говорят, учить, лечить и судить дано не каждому. Профессия педагога мобильна, каждый год меняются программы, методики, да и поколение детей. Вовремя педагогов направлять и подавать пример. Главная составляющая этой профессии. Совет первым молодым педагогам самое главное не бояться. Не нужно бояться, особенно всегда рекомендую молодым педагогам начинать не с младших классов, как нам в основном всегда идут, что вот младшие классы, вот я с ними. Нет, лучше всегда работать со всеми классами, потому что это, помогает перебороть страх. Самое главное молодым педагогам не бояться. Педагогам более старшего поколения порекомендовал бы больше следить за новыми методиками, за новыми технологиями, которые предлагает развитие наше, потому что, например, можно использовать современные информационные технологии, новые методики преподавания, очень множество, поэтому нужно использовать новое, не до конца отходить от традиционного, но включать новое. Самое главное качество – это трудолюбие. В любой деятельности человека трудолюбие – это самое главное качество. Если относиться халатно, особенно к процессу преподавания, то достичь результата, который мы планируем или который ставят в план нам, никогда не добьешься. Второе, наверное, качество – это все-таки нужно полюбить профессию и полюбить себя в первую очередь, потому что нужно отдаваться целиком, потому что образование – это самое важное, что у нас есть. Есть одна профессия от Бога – учитель, остальные – от учителя. Так звучит сократовская мудрость. Безусловно, у каждого молодого преподавателя есть тот, чьему примеру он следует по сей день. У Максима таким человеком была его классная руководительница, благодаря которой парень не смог определиться с будущей специальностью. И теперь его миссия – не только дать знания подросткам, но и проложить им дорогу в жизнь. Ксения Рихлова, Андрей Ралов. Новости. Дмитрий Волков и сам молодой специалист и работает в одной из самых молодых школ города 31-й. Причем с первого дня открытия. Дмитрий – учитель физики, а в этом году ему доверили уже и классное руководство. Педагог окончил Хакасский госуниверситет имени Катанова. Говорит, изначально учить детей в планах не было, но по окончанию вуза Дмитрий Волков все-таки решил попробовать себя в роли учителя. В итоге очень понравилось. Если правильно зайти, правильно им сказать свои требования, поставить голос, то они начнут к тебе очень хорошо относиться. Если ты к ним хорошо относишься, справедливо, ну, как можешь, справедливо, конечно, относишься, также они к тебе тоже будут справедливо относиться. Есть, конечно, казусы, когда хотят, типа, наравне со мной попробовать, чтобы общаться, но я все-таки ограничиваюсь и говорю, что я учитель, в первую очередь, а не ваш друг или подружка. По словам руководства общеобразовательного учреждения, Дмитрий Вадимович – самый популярный педагог в школе. Ведь он не только специалист в своем деле, но еще и творческая личность. В свободное время учитель играет на гитаре, поет песни, иногда и в спортивные игры поиграть не прочь. Подумайте самостоятельно, какие мы можем еще примеры привести искусственных и естественных дел. Самостоятельная работа. А это, знакомьтесь, учитель начальных классов Юлия Гришина. Девушка окончила педколледж, а сейчас получает уже высшее педагогическое образование. В 31-й школе Юлия Александровна работает второй год. На сегодняшний день у молодого специалиста под крылом третий класс. Юлия Александровна признается, мечтала о профессии педагога с самого детства. Приходя в школу, ты понимаешь, для чего ты это делаешь, когда тебя встречают ребятишки, когда ты видишь их глаза, когда они бегут, встречают тебя, Юлия Александровна, а мы там на выходных были здесь, были там. И, конечно, это отдача от детей, их желание принять тебя как учителя. Принять тебя как человека заставляет и дает сил учить и двигаться вперед. Юлия Гришина делится. В свободное от работы время любит путешествовать. Девушка побывала в красивых уголках Хакасии. Отметим, в 31-й школе Абакана работает много талантливых педагогов. Всего 69 из них, 21 молодой специалист. В новом учебном году трудоустроились 8 новоиспеченных учителей. Мне кажется, это очень хорошо, когда молодой специалист начинает свою деятельность, свой труд в новой школе, поскольку он причастен к тому, что пишет историю как свою педагогическую и трудовую, так и историю школы. Ну и молодые коллеги, они всегда ближе к детям, они очень четко понимают, что нравится ребенку сегодня, что им интересно. У них есть хорошие, в хорошем смысле, амбиции, какой-то такой трудовой задор. Они мобильные, они работоспособные, поэтому молодым всегда дорога, как говорится. Надежда Савельева, Владислав Воронов. Новости. Ну что же, мы продолжаем наш эфир. И хотелось бы сказать, что первый сюжет, который вы посмотрели, был из седьмой школы. Там тоже были молодые педагоги, немножко перепутали, но ничего страшного. Там тоже были молодые специалисты. И уже непосредственно второй сюжет, который вы только что посмотрели, был из тридцать первой школы, где мы рассказали о двух педагогах. Это преподаватель физики и преподаватель начальных классов. Татьяна Александровна, скажите, из тех, кто в этом году пришел, можете еще вкратце рассказать, кто еще пришел, помимо этих двух педагогов, кого бы вы выделили, как они адаптировались? У нас, получается, сентябрь, один месяц прошел. Как они уже себя чувствуют, так скажем, в новой должности? Ну, к нам пришли две коллеги, также учительницы начальных классов. Им было доверено два первых класса. Это очень большая ответственность. Вижу коллег каждый день, они улыбаются, значит, адаптация проходит успешно. Две учительницы русского языка и литературы, две Полины, как я их называю, Полина Анатольевна и Полина Андреевна. Это выпускницы Казского государственного университета. Не побоюсь этого слова, я думаю, что это гордость университета. Обе учительницы закончили университет с красными дипломами. У каждой из них послужной большой список из участия в конкурсах, научно-исследовательских конференциях. Очень достойные коллеги, я думаю, что вырастут в больших творчески работающих и очень интересных учительниц. Также у нас пришел коллега, это вот учитель физкультуры, как раз, который и организовал, предложил нам вести секцию бокса. Дети уже его полюбили. Уже была у него возможность ребят сводить на соревнования. Это вот в рамках Дня здоровья были городские соревнования с шиповкой юных. Ребята уже проявили себя под руководством учителя. Пришел в школу новый социальный педагог. Это молодой специалист. Очень сложная специальность молодого специалиста именно в социальной направленности. Очень важная эта работа. Я думаю, что также коллега адаптируется и все будет замечательно. Никаких сложностей на сегодняшний момент не возникает. Я вижу, конечно, что бывает коллегам сложно, не всегда все получается. Но на ошибках учатся, все получится. Я в этом убеждена. И вот о чем я говорила по первому пункту, у них все есть для того, чтобы стать прекрасными учителями. Поэтому насколько удастся им реализовать свой потенциал, покажет время. Ну а мы поможем им раскрыться, реализоваться. Молодой коллега у нас, учитель истории. История общества знания тоже очень важный предмет на сегодняшний день. И Михаилу Евгеньевичу уже доверено вот настолько широкий спектр. То есть это и пятый класс, и десятый класс. То есть это разные параллели. Все получается. У вас очень много молодых специалистов. Я так поняла. Видимо, действительно это не специально. Ой, вернее. Наоборот, специально. Не случайно, не случайно. Не случайно, хотела сказать. Я говорю не специально. Да, не случайно. И говорят очень хорошо, когда, как говорится, молодая кровь. Да. Да. Ну, школа новая. Мне очень хотелось бы, что те коллеги, которые пришли 1 сентября 2021 года и 1 сентября 2022 года, через, например, 20 лет, когда мы будем отмечать большой, значимый, например, первый юбилей 31-й школы, они все были в нашем красивом, уютном актовом зале и говорили о том, что у них единственная запись в трудовой книжке — это школа номер 31. У нас телефонный звоночек есть. Здравствуйте. В трудовой книжке это школа номер 31. Говорите «здравствуйте». Добрый день. Добрый день. Да, да, спрашивайте. Как зовут? Девочки, я только пришла с работы, поэтому вот только сейчас захватила. У меня внучечка пошла в первый класс в эту школу 31-ю. И хотелось бы мне все послушать. Когда вы будете повтор этого эфира делать? А он будет на сайте вечером уже. А? Он будет на сайте, на ютубе он будет вечером. Вечером, да? После 8 часов на ютубе. Завтра не будете повторять его нигде, да? Ну, почему повторы будут, я вам точно не могу сказать по времени. Если что, перезвоните к нам в студию завтра с утра, в редакцию, мы вам скажем. Ну, ладно, спасибо, извините. Как учатся ваши внучки в 31-й школе? Да, расскажите, как у вас. Ну, она только начала первокласска. Ходит с удовольствием, все нравится. Первая учительница. Ну, что, лучше, чем в детском садике. Ну, это прекрасно. Прекрасно. Прям отвели еще с таким, это самое, с удовольствием она прям в эту школу пошла у нас. Мы еще раньше ездили в этой школе и говорили, вот ты здесь будешь учиться, ты здесь будешь учиться. С удовольствием ходит девчушка. Так что спасибо вам большое за нашу внучку. Вам спасибо. Спасибо за звонок. Спасибо, до свидания. До свидания. Здоровья вам, девочки. Спасибо большое. Терпение, терпение, терпение. Спасибо большое, да. Всем вам доброго. Терпение – это тоже очень важное качество для учителя. Да, действительно важно. Ребенок, когда попадает в первый класс, мне кажется, учителя начальных классов, на них еще больше ответственность, потому что ребенок только приходит первый раз после сада, это же действительно так, и вот из него дальше лепят. Учитель начальных классов, мне кажется, это ключевая личность в судьбе ребенка, поскольку, несмотря на то, что сейчас образовательные программы достаточно высокого уровня, и уже в начальной школе дети узнают и получают огромный уже плац знаний, все-таки я убеждена, что главная задача начальной школы – это полюбить учиться, полюбить школу. Ребенок уже в начальной школе должен осознать, как важно это. И чтобы не сложился вот этот негативный опыт, чтобы не сложилось отрицание, когда ребенок просыпается с утра, и слезы на глазах у ребенка. Поэтому, конечно, учитель начальных классов, учительница, первая учительница – это очень важно. Всем коллегам, я, молодым коллегам, которые пришли в этом году и которые взяли первые классы, я им сказала такую фразу. Сначала они полюбят вас, потом они полюбят школу. Поэтому на них очень большая ответственность, ведь ребенок может быть прекрасно готов к школе интеллектуально. То есть он может… практически большинство детей сейчас приходят, они и читают, и пишут, и уже умеют делать какие-то вычисления по математике. Но если некомфортно, если ребенок не чувствует какого-то контакта с учителем, то, к сожалению, все это может сказаться на его дальнейшей деятельности. Поэтому вот прежде всего, чтобы ребенок полюбил учиться, чтобы ему было хорошо, комфортно, красиво, чтобы ему хотелось идти в школу. Да, конечно, любой ученик иногда хочет поспать, ну что греха таить, и учители иногда тоже. Все люди устают, но главный правильный режим дня для ребенка, и все тогда получится, все будет хорошо. Я знаю, даже некоторые родители выбирают не школу, а учителя. Да, есть такая тенденция, когда в начальную школу идут на учителя. Но, вы знаете, я не согласна с такой точкой зрения. То, что хорошо для одного ребенка, может абсолютно не подойти для другого. Советы соседки, родственника или даже авторитетного человека, имеющего отношение к образованию, иногда, ну, является противоположным. Конечно, это такая своего рода лотерея. Детей мы по классам рассаживаем, так скажем, случайным образом. То есть мы прежде всего смотрим количественный состав, да, мальчики, девочки соотносим. Всегда я очень радуюсь, когда я, как говорится, своей рукой сделала правильный выбор, и ребенка посадила в правильный класс, к правильной учительнице, и у них возник контакт уже с первого месяца обучения. Поэтому, да, можно прислушиваться к мнению кого-то, да. Есть учителя, которые, конечно, обладают огромным опытом, которые имеют определенный стаж в работе и даже, может быть, звание. Но, вы знаете, я всегда вспоминаю себя как ученицу. И вообще я очень часто это делаю, когда в своей педагогической практике пытаюсь, ну, планирую урок, да, какие-то задания придумываю для детей. Я думаю, а как бы вот повела себя ученица Таня в такой ситуации, а было бы ей это интересно. Я была очень любознательным ребенком, поэтому, наверное, моим учителям приходилось со мной непросто. Мне всегда, я очень быстро справлялась с заданиями и всегда хотела идти вперед. И вот в данной ситуации, когда… Я потеряла мысль. Да. Когда ребенка отдают какому-то определенному учителю, не всегда важно мнение чьё-то. Всё понятно. У нас уже время эфира заканчивается. Напомню, что сегодня в программе «Особое мнение» у нас была директор 31-й школы Абакана Татьяна Александровна Плоская. Татьяна Александровна, Вам спасибо за увлекательную беседу. Спасибо Вам. Поздравляю Вас и всех Ваших педагогов с наступающим праздником, Днём Учителя. Терпения, мудрости, здоровья и хороших, умных учеников желаю. И Вам хороших коллег, новых, приходящих и тех, которые у Вас в наступающем время работают. Всем спасибо за внимание. Особое мнение завершается. Хорошего вечера и до свидания. Продолжение следует...